всем привет я вас рада приветствовать на моем канале уютный мир игрушек амигуруми меня зовут катя сегодня необычная обстановка сегодня я снимаю с рук потому что у меня на данный момент нет моего штатива рабочего поэтому я вам смогу показать вблизи такую вот новогоднюю красоту ну что у нас сегодня уже вторник мы начинаем взять второй день новогодних игрушек а прежде чем начать вязать и прежде чем я покажу вам какой сегодня состав пряжи у меня будет присутствовать вязание давайте вас познакомлюсь с нашими девочками у нас два организатора это марина канал добрые игрушки и татьяна вязушки по вязушке поэтому ссылочки всех девушек кто участвует марафоне также будет ссылочка внизу проходите смотрите ставьте лайки комментируйте может что-то вам понравится тоже захотите связать такую новогоднюю игрушку но что у меня тут уже виднеется моя пряжа который будет участвовать моем марафоне это у нас первый основной оттенок ализе ванна gold это у нас получается 49 процентов шерсти 51 процент акрила 100 грамм на 240 метров номер оттенка у нас 01 такой кремовый оттенок дальше у меня будет участвовать ализе рояль 40 это будет ниточка совмещаться с основным цветом ярно джинс красным также у меня будет в добавках такой коричневый цвет это у нас ализе cotton gold полухлопок в общем таких вот четыре оттенка будет у меня в составе пряжи а что из этого получится вы увидите немножко позже в общем такого толща получается пока сейчас дошью последние стежки и все все у меня туловище основное готово я не стала делать туловище и крепить его с головой на шпинтовом крепление я провязала а голову будут пришивать по кругу вот так вот выглядит деталька из пряжи ализе ванна голод в мастер-классе вяжется из полу клубка ярно джинс я хотела попробовать чтобы игрушка вла немножко покрупнее сейчас начну вязать голову потом носик и рожки рожки самые я думаю тяжелых будут самые долгие потому что они состоят из трех частей так что пока деталька мне нравится мастер-класс этот покупала еще в прошлом году и вот как раз таки настало время его связать его испробовать пошла вязать голову до связи ну что давайте вам покажу что у меня получилось тело вы уже видели что у меня связалась потом связалась голова я уже ставила глазки на безопасном креплении вот так будет выглядеть примерно игрушка потом связался красный нос красный носик связался и пару рожек вот над рожками конечно я помучилась пока вязала две рожки можно было связать целого оленя вот такого потому что маленькие детальки пока вы вяжешь пока свяжешь пока соединишь это ужас какой-то какая-то это морока и столько труда так ну что пока такие детальками не связаны сейчас я прицеплю на иголочках и покажу как примерно это будет выглядеть но вот смотрите вот такой вот у меня новогодний олень уже получается здесь у меня осталось в общем пришить оформить вывязать бровки ротик потом вывязать на полосочках ой на ножках полосочки как по мастер-классу и связать ему шикарный шар шарф шарф я буду вязать в двух ниточках я вам показывала это ализе рояль будет и ализе польза и yarnart джинс две ниточки буду соединять и чтобы получился большой и пышный шарфик так что я пошла дальше работать у меня еще есть время и присоединюсь покажу вам чуть чуть попозже ну что я уже готова показать вам мой результат я связала олененка руди вязала крючком два с половиной напоминаю и пряжа ализе лана gold также связала ему шарфик шарфик примерно 30 сантиметров сейчас посмотрим как будет выглядеть он в нем вот так вот олененок выглядит напоминаю что это мастер-класс олененок руди авторы игрушки instagram вика влада . то есть и что я хочу приметить я вязала крючком два с половиной и пряжа лана голд все знают да что это пряжа толстая и шерстяная мастер-классе рост игрушки выходит такой же как и у меня примерно разница в 1 сантиметр честно говоря я думала что игрушка будет меньше так как она вяжется из полухлопка у девушки и в ладошки она меньше выглядит я вам чуть чуть попозже покажу в конце кусочек видео как выглядит игрушка у автора и как выглядит моя по соотношению вот вяжется также крючком двоечкой а я вязала два с половиной и рост одинаковым в общем вот вроде и в мастер-классе у девушки красивые столбики вязаные но рост получается одинаковым соотношение очень странно думаете давайте точно вам скажу какой рост у меня получился у меня 18 сантиметров от ножек до рожек вот такой вот а здесь примерно выходит у нас ширина 78 сантиметров объем головы у нас примерно диаметра 66 половиной сантиметров результатом я готова второй день полноценно полностью игрушка есть так что в субботу я надеюсь я буду отдыхать хотя еще впереди три дня еще неизвестно что будет да как у нас пройдут этапы какую игрушку я выберу так что я даже не знаю что я буду вязать вроде маленький пингвинёночек есть мне хотелось вязать пингвинёночка на буковом колечке я связала правда в розовых оттенках второй день у нас новогодний олененок руди третий день наверное выберу игрушку какой-нибудь тоже побольше и свяжу из пряжи лана голд нет мне нравится вообще вязать из пряжи лана голд хотя некоторые говорят что она скрипит неудобно и с ней вязать то есть плохо захватывается не знаю мне в принципе очень комфортно с ней вязать и крючком два с половиной можно и вязать крючком 25 но это немножко нужно постараться о свободной форме я крючком 25 вижу и не напрягаюсь вот ну для сравнения кстати тоже хочется связать из полухлопка yarner джинс такого же эрудия и посмотреть какой рост будет может быть в субботу как раз таки займусь этим раз я так хорошо начала два дня без недовязов и поэтому с вот может быть повяжу такого же только из полухлопковой пряжи и в такие вот игрушки у меня вот есть задумка сделать из нее побряку побрякушку сделать нее погремушку голову вставить погремушку а вот это вот ножки как держатель потому что вы не видите какой формат ножек туловище идет то есть очень удобно будет держать например за ножку либо одну ножку связать голову оставить по мастер-классу девушки в общем такие вот задумки еще у меня есть надо это все воплощать потому что время идет а то новогодь закончится я еще ничего не сижу и ничего не успею показать и не успею ничего поставить магазина в общем вот такой вот расклад у меня мне хочется все все вязать только вот к сожалению времени этого не хватает либо знаете как настроишься на вязание полноценное вроде все уже составила себе список что ты хочешь связать и тут хоба и тебе заказы летят конечно заказы это хорошо но заказы нас отдаляют от наших возможностей от нашего то есть дополнительного заработка да например не чтобы делать мастер-классы да ты создал мастер-класс там продаешь там до их но пассивный доход то есть ты вообще как бы хорошо и когда у тебя есть еще дополнительный пассивный доход то есть ты не сидишь ночами не вяжешь заказ а есть пассивный доход к этому конечно нужно каждому мастеру стремиться и стараться чтобы были заработки и заказы и пассивный доход потому что не всегда заказы есть особенно летом когда все на отдыхе летом все отдыхают там совсем не до игрушек но есть мы вязальщицы да мы мастера которые мы ищем мастер-классы для себя покупаем вяжем наслаждаемся на какой-то готовой игрушкой вот поэтому за нужно к чему-то стремиться так что я заканчиваю свое видео заканчивать свой второй день поставьте пожалуйста лайк этому руди если он вам понравился напишите комментарии если есть какие-то вопросы и приглашаю вас ко мне в гости подписывайтесь ко мне на канал чтобы не пропустить следующие видео у нас еще впереди три дня три этапа а воскресенье заключительный этап все все готовые игрушки будем показывать в один день так что всем хорошего дня хороших хорошего по них рот так что всем хорошего дня и пока пока